Ты скучаешь по России? Я скучаю, но обратно бы я не поехала жить. Почему? Почему? Потому что я вот уже обсвещала это. Потому что мне, лично мне, в России не повезло, в личной жизни. И так как у меня личной жизни там не было, почему-то я представляла, что если я перееду в другую страну, мне там повезёт. У меня ассоциации от личной жизни в России очень плохие. У меня есть друзья, куча их друзей. У меня есть сестра, у меня есть двоюродные сёстры. Я по ним по всем скучаю, скучаю по СССР. Но мне никогда не везло в личной жизни. Я себя никогда не чувствовала красивой девушкой или женщиной. Вот, кстати, надо было приехать в Америку, чтобы узнать, что ты оказывается красивой. Я это узнала с первых дней, когда на мои золотые зубы кинулись на заправке. Даже с золотыми зубами, оказывается, такая красивая. И ещё, конечно, одна ещё причина того, что у меня у Артёма не было путного отца. Можно сказать, его не было. Поэтому я чувствовала, что Артёму нужна какая-то мужская поддержка. А в 34 года в России уже шансов почти что не было. По крайней мере, у меня. Кому-то ведь и везёт. Но мне не везло. И я уже видела, что очень даже опасно. Ну ты видишь, ещё и сына привезла. Это, конечно, большое. А у меня как бы разъединилась жизнь. И тянет туда. Скучаю страшно. Но вот съездила я в этом году. Ну как ужалено крапивой обратно. Я ничего не могу понять, почему. И дочка любимая, внук любимый. Ах, бегож, бегож, пятки святые. Дочь ревёт, говорит, ну ты со своей Америкой помешанная. Я говорю, не знаю, говорю, да. Она говорит, ненормально стала. Потому что после жизни здесь к этому покою. К этой статье мы привыкли. К улыбающимся лицам. А туда приезжаешь, и там вот такое вот всё. Это же как чувствуется сильно. Ну трудно. Вот я считаю, моя дочь очень трудно живёт. Я бы уже не смогла вот так жить. Мне кажется, это безумно трудно. Как она всё это вот это... Хотя, опять же, Дэниел говорит. Какие у неё там трудности? Вот она бы сюда приехала. Проблемы каждый день у нас. Ну по работе там какие-то всё равно возникают. Какие там трудности вроде, знаешь. Конечно, они же славу не платят эти моргучи. Странно, странно. Но вот я приезжаю в Россию. И пугаюсь обратно, надо ехать. Люба, ты счастлив там, где сейчас ты счастлив. Да. Понимаешь? Твой дом там, где тебе хорошо. А вот у меня есть сестра, допустим, её калачами не заманишь в Америку. Люба, Люда, ну ты нас снимаешь, не снимай собаку. Мы же говорим, слышно нас. Собаку. Такую красивую. А она была здесь? Она не была, ей не надо. Она говорит, я не хочу. Она очень счастлива. У неё шуток разъезд. Можно знать о вкусе апельсина не почувствует. Дело в том, что она с удовольствием съездит посмотреть, но жить она сюда не хочет. Вот она поживёт здесь полгодика, а потом посмотрим, как она будет жить там. Зачем я её буду обетеливать? В любом случае, я вот сама над собой удивляюсь, что, я не знаю, как судьба так сделала, что я оказалась здесь, родившись в деревне глухой, да, я оказалась в Америке. Я думаю, какая я счастлива, что я узнала, как будто бы моя жизнь разделилась на две половины. То же самое у меня. Что я узнала вторую половину, что может быть такая жизнь. Это просто, я считаю, это такая удача, оказывается, что вот узнать эту жизнь. Есть свои плюсы, свои минусы здесь. Но, тем не менее, я не хочу, что доверяется. Я хочу маленькую вставочку вставить. Я не буду говорить, сколько Люба зарабатывает, сколько вообще у них. Но вот мы с ней только что говорили, у вас доход очень высокий. То есть у вас высокий, средний статистический доход. Дело не в этом. Дело в том, что ты реально могла бы не работать. Ну, а тогда дохода не будет. Нет, нет, ну, мы только что с тобой на эту тему говорили. То есть ты просто реально могла бы, ты тоже могла бы не работать. Я так не считаю. Ну, ладно. Просто вам хочется, вам это нравится, вам это нравится, вас это не напрягает. Молодые, красивые, здоровые, работайте. И чтобы вы сидели, гуляли в носу и ждали, как... Ну, уж денег. Нет, мы бы заплатили за счета, но больше у нас ни на что бы не хватило. Я что, ну, я же не могу жить только на счета. Я хочу что-то себе позволить, я хочу съездить в отпуск, правильно. Но на это нужны деньги. Поэтому я так не считаю, это уже у меня нет, как бы, возможности. Хотелось бы ее иметь, но ее нет. Одно вот я почувствовала, когда я в самом начале приехала в Америку, и как пришлось работать, много, и быстро надо делать, и качественно все. Я думаю, боже, ну, конечно, не зря-то страна процветает. Мы в России так не... Может быть, сейчас уже работают так же, но мы так никогда не работаем. Мы так... Меня предупреждали. Вот ты поешь, что придется очень тяжело работать. Я выползала просто. Будет очень тяжело, я говорю, я привычная. Но когда я пришла, пришлось мне это делать? Вот даже на фабрике, там присесть нельзя. Там же надо было все стоя на ногах делать. Мы помню, присели, линии остановились, мы присели. Как на нас закричали с окошка. Берите мёдл и подметайте. Ну, как ты рассказывала, как ты работала в Макдональдсе, когда дети тебе сказали, ты чего сидишь? А потому что тут вообще все по-другому. Так поэтому, может быть, я думаю, и развита эта страна. Так, ну, и хаус-кипером ты тоже работала. Я помню, придет за тобой, как убирать белых перчатках, вот так она провела, быстро обратно в комнату. О, а в гостиницах вообще тяжело это не работало. Все, и убираешь уже потом, конечно, уже как убираешь потом? Знаешь, с какого угла начать, каким углом закончить? Тогда уже было легче. А сначала-то не знаешь, где чего. А в уборке вообще представлений не было. Почему я в Нью-Йорке еще испугалась? Когда в семье не смогла, я думала, может, там, ну, вот, как они убирают, по домам ходили, убирают. Там же надо вот эти разные спреи же было. А мы же вообще, когда в то время я приехала, я, что мы знали, хлорку и воду. И тряпку простую. А там же надо было, мне как начали объяснять, вот плитку, значит, этим спреем, пол вот этим спреем в туалете, вот этим. Думаю, боже мой, если я перепутаю, у меня такая паника. Плитка отвалится все. Я из-за этого отказалась, я убежала. А если бы я осталась в Нью-Йорке, да, я бы заработала денег. Сейчас моя невестка, Надя, она под Нью-Йорком где-то работает. Она ухаживает за людьми лежачими, будем говорить. 24 часа в сутки платят наличными, да, она в месяц, тогда еще мне говорила в среднем. Неделю она, тысячу-две зарабатывает, но она сутками, она живет там. Она зарабатывает бешеные деньги, да. Для Америки это большие деньги. Ну это не каждый сможет. Мы-то раньше думали, что в Америке все миллионеры. Так мы бы там больше жить с этим стариками. Нет, я не об этом. Я говорю о том, что мы-то когда жили там, мы думали, что все американцы миллионеры. Оказывается, тут на тысячу, тут семи живут, тысячи, полторы, две тысячи долларов. Или семи как-то живут, и живут, и выживают, и зарплаты не такие уже. Ну они выживают. Ну я в доме престарелых, вот работаю. Это очень богато, они в месяц платят за проживание, где-то шесть тысяч долларов. У них это дороже, чем наш. Шесть тысяч. Ну двухкомнатный, потому что номер равно. Но дело в том, что же, не говорит о том, что они богатые. Они просто вовремя инвестировали свои деньги. Ну они часто отдают свои дома, и они отдают свои дома. Дом обязательно отдают, это первый взнос. И пенсии там. Дедактабл. Нет, у них все инвестировали. Они все деньги. Вкладывали деньги во что-то. Все. Вот они обычные люди. Учителя там, медсестры. Никакие там великие. Ну иногда инженер, помню, попадался там. Но они просто вот, что они с молодости, тогда еще вот это было так популярен. Он не обрушивался так, видимо, я не знаю. Но опять-таки в Америке, что хорошо в Америке, то что здесь нет вот этого вот ажиотажа, как вот у нас насчет мужиков, там женщин. Тут все-таки очень много вдовцов, ну под наш возраст, да, слегка, слегка за 20. То есть вот если там что-то случилось, там вот та же женщина, которая тебя... Она просто реально может выйти замуж за приятного, хорошего мужчинку, там. Если, допустим, ей 60, ему 70, это нормально. Или там... То есть она... Так и наши были даже рады так сделать. Очень-очень много вдовцов, и они даже не просто сидят дома, им даже в голову не приходят жениться. Да. То есть вот как-то просто надо... Тут тысячи этих сайтов, тысячи... Кто-то идет на эти сайты, кто-то не идет. Ну то есть я вот регистрировала одну девочку знакомой Зелты. Она меня попросила, я за нее переписываю все. Боже, сколько, сколько мужчин ей пишут. И пишут, кстати, там от 35 лет до 85 лет. И люди пишут, и люди пытаются найти свою половинку. Люда, покажи, что мы пьем. Нормальные, достойные люди. Это что такое? А я не знаю, что это. Ну, не важно. Просто снимешь, что мы снимем. Я все-все. Это очень хорошее, да, очень-очень хорошее спарфор, но... Очень дорогой. Да больно же. Да же больно же. Зубки-то у тебя острые. Больно. Да значит, не больно тебе, я так выдергиваю, ставлю перчатками. Перчатки надевай когда. Она меня замучивает, когда думаешь. Это такая вкусная рука. И все-таки я хочу сказать вам, что вот у меня 6 тысяч подписчиков, добрейшие люди, они такие люди. У меня даже такая мечта, что вот я приеду в Россию. Со всеми встретишься. Ну, посолю, с ним скажу. Слышно же, слышно же. Я так не люблю, я вот хочу на камеру сказать. Вот у меня мечта, что я приехала в Россию, выхожу, я в аэропорту, и все мои 6 подписчиков меня встречают. Тебе надо для этого купить каждому билет. Не звездно, а почему у меня звездно? Тебе надо купить каждому билет, и пусть они прилетят. Они именно вот со мной общаются, и я с ними общаюсь. Они мне пишут, и я им пишу. И я каждого представляю из них, я вот каждого из них представляю. Конечно, с кем-то побольше. Попроси еще раз напомни, что девочки, мальчики, если вы хотите, чтобы вас еще больше прочувствовали, поставьте вместо аватара свои фотографии. Вот, кстати, я несколько раз обращалась, и очень многие поставили фотографии. Посмотри на меня. И многие поставили фотографии, и я просто реально вижу лица. И, кстати, многие даже мне прислали свои фейсбуки, либо одноклассники. Я просто заходила, смотрела на человека, и я визуально представляю, кто это, кто за этим ником. То есть я реально вижу людей. Ну да. Это много, значит, когда ты видишь человека в глаза. Ты уж тоже мне сказала звездная болезнь у меня. Какая звездная болезнь? Ну на пороге, ладно, на пороге. Ну это нормально. Я просто представляю их всех вместе, что я вот их встречу когда-нибудь всех вместе. Конечно, это невозможно, но вот именно мне бы так хотелось. Мне даже один раз сон приснился. Ну для этого тебе всего лишь на все надо купить лотерийный билет, выиграть несколько миллионов долларов. Каждому из них сделать визу, билеты, и пусть все прилетают. А мне сон приснился, внука в садик привела. Мне говорят, женщина, что вы здесь делаете? Я даже Аня написала. Я говорю, я бабушка? Ну тогда сидите. У меня такая радостная. И закончился мой сон. Вот это, конечно, плохо, когда семья разъединена. Все равно какой-то осадок в душе, что не будем вместе. Но судьба, я считаю, что судьба. Надо заполнять документы и ждать, пока дочке придет виза. Ну вот видишь, она сказала, не надо. Не надо, не надо. Это сегодня, она говорит, не надо. Это тебе завтра визу никто не даст. Заполни документы. Лет пять это будет на одобрение. Пока одобрят. А потом еще лет пять будет ждать визу. К тому времени, знаешь, как говорится, всякое бывает в жизни. Поэтому сделай, сделай. Ты могла бы давно уже это сделать. А там она пусть приедет сюда, пусть получит грин-карту. Я почему-то думала, что если я сделаю, обязательно нужно им приехать и начинать уже грин-карту здесь делать. Грин-карту сразу. И дают сразу грин-карту, да. Но они должны здесь жить полгода. Но есть американская говермент очень-очень спокойно к этому относится. Разговаривал с мальчиком недавно отдельное видео делал. Он был в России полтора года, и его пустили, потому что он рассказал, что там бабушка болела. То есть вопросов нет. Американцы пускают. Это написано в законе, что полгода ты должен находиться на территории Америки, если у тебя грин-карта. Но они пускают. Я сама когда прилетала с аэропорта, перед у меня стояла русскоговорящая пара, и они объясняли, что они... Они спросили, почему год не были. Они долго их держали, но их пропустили. То есть это не страшно. И через пять лет она получит гражданство. И когда она получит гражданство, она может постоянно жить в России, абсолютно не въезжая сюда. Всего лишь навсего. Ну вот, сейчас не вяжется. Так зато у тебя будет внук здесь. Внук начнет говорить на английском. Ради внука, ради внука стоит. Пойдет в английскую школу. Про внуков давайте не будем. И здесь будущее, потому что... Ну там такого будущего все равно нет, как бы там... У меня тоже там внук учится, но там нет такого будущего. Там нет перспективы пока, в всяком случае, в ближайшие сто лет. Про внуков не будем. Ой, а то я сейчас заплачу. У тебя еще будут луки. Так у нее есть уже внук. Я знаю, но не с тобой, да. Ну так а что, ради бога, он в руках матери. Он же не с какой-то тетей, он с мамой, с хорошей, с порядочной женщиной. Так, ну это понятно, только хочется его увидеть. Бабушкина радость где-то далеко. Это судьба всех... Нет, ну я ничего не буду. ...всех тещ. Вот когда у тебя зять, зять может уйти, прийти, но дочка всегда и внук останется твоим. Нет, ну дело в том, что если я знаю, то он там счастлив. То есть ты зависишь от того, разведутся они не разведутся. Развелись, она ребенка забрала, и все, и твое сердце будет изорвано. Ну да. Поэтому тут надо просто заранее все просчитывать. Я стараюсь не думать. И просто не привязываться к ребенку. Если ты бабушка, внука... Да разве можно не привязываться? Ну как это не привязываться? Ну, не говори. Я вот, даже вот сейчас собаку завели, да, я сравниваю чувства, которые у меня с внуком были. Он так же вырывался из моих рук. И как она вот кусает, а он очки с меня сдирал, я тогда не понимала. А вот сейчас вот с ней играет, думаю, он же играл со мной. Ну видишь, как ты взяла собачку, для тебя это... Да, она напоминает чувства. Может, это неправильно. Любое животное в доме, оно все равно тебе как ребенок, по-любому. Я внуку один раз памперс поменяла, вот все и привязалась. Ну и все, не надо ничего ему делать, для того, чтобы ты его полюбила. Просто, как говорится, поухаживай, все. И внук твой, тем более так на Артема похож. Разговариваешь же по-русски иногда собака. Ну, он же здесь, сильно захочешь, купила билет, полетела и встретилась с ним. Ну, какие проблемы? Он же находится здесь, в Америке. А я съездила, и, боже мой, как мне, как мне хочется его, конечно, чтобы он лучше жил. Думаю, я ему предлагала, у меня есть фотографии, чемодан. Егорка, ну давай в чемодан, закрою, увезу. Нет, я с мамой, я только с мамой. Ну, конечно, как же без мамы. Тебе работать надо. Прямо вот превосходно в чемодан входит. Он прям укладывался, я его закрывала, чемодан. Прямо думала, блин, вот так бы и утащила его. А тебе же работать надо, у тебя проблемы бы возникли. Нет, это просто сейчас, это все, что не делается, все будет так лучше. А да и царики здесь какие дорогие. Ну, поэтому, всему свое время. Будут они здесь рано или поздно. Только это единственное, что заполни обязательно документы. И пусть идет своим чередом эта очередь. Вот и все. Никогда не знаем, что будет. Может, вообще все уедем опять в Россию, и вам жить в России. Не, ну вы, может, уедете, я-то никогда не уеду. У меня даже мысли такой нет. Виня говорит, а что, может, мы застаримся и поедем там купим квартиру, и вам жить в России. Что я видела, это американцы, американские ковбои. Нет, ради бога, живите. Ковыф разводят, показывают, они там гоняют на лошадях. Ну, просто для меня это абсолютно точно. Никогда, никогда. Я никогда в своей жизни не... Нет. Вот я тоже никогда. Виня у меня очень хочет поехать в Россию. У меня ни одного дня не было, чтобы я скучала за родиной. Я скучаю за морем, за черным. Там нет такого, такое вкусное море черное, за пляжем, за этим. Ну, воспоминания, они же... Я же вообще родилась в Ярославе-Яллте. Красотища, просто красивая. Ну, наверное, самое красивое место на земле. Нет, я не скучаю. Мне тут так хорошо, без гор, без моря. Мне тут просто неуютно. Я сегодня говорю, с Наташкой с Рыбинском разговариваю, везет ты там в Рыбинске. Она говорит, да что везет? Вот тебе везет ты там около океана. Ну, так езжай, бери, да езжай. Поживи там несколько месяцев. Мне бы хоть был у меня такой отпуск, потому что я бы поехала. Мне не дают три недели подряд. Мне не дают три недели подряд. А ты ездила туда? Ну, семь лет назад последний раз была. Раньше ездила каждый год, а потом... Ну, спокойно ты там жила? Тебе не было желания бежать домой сюда? Ну, а у меня единственное, что у меня в первые разы, у меня был страх... Истерика была? Нет, у меня был страх, что меня не пустят обратно в Мирку. Что что-то вот с документами не так. У меня тоже самое. Я брала документы, я документы заворачивала в это... Я паспорт заворачивала в этот американский свой уже, заворачивала в перчатку, перевязывала, чтобы вдруг вода, пакеты в это все, под ванную. Думаю, если вдруг будет пожар, что под ванной, что она не сгорит. У меня был такой страх, что я сюда не вернусь, что я приходила домой, сразу проверила, документы ли на месте не украли. Я в этот раз была с ключиком, чемоданчик, постоянно на ключике закрывала. Я прятала на случай пожара, на случай, если вдруг проведут у соседей там наверху, чтобы не залило. Вот так вот я прятала документы. Я никогда не была гражданкой Америки в России. Я была с грин-картой в последний раз. Это ничего не меняет. Я приняла гражданство, я уже больше не была в России. Нет, ничего не меняет. Но я просто ни разу не приезжала по американскому паспорту. Наверное, тогда бы я не боялась, если бы у меня был американский паспорт. Я не боялась. А я все равно боюсь, даже с паспортом. Да? Нет. Я приезжаю, все равно у меня страх, что вот что-то меня тут остановит, что-то вот не дай бог. Ну вот стали в этом году, значит, когда я уехала в Сочи, превосходно, конечно, аэропорт превосходный, обслуживание шикарное. Там так красиво говорят. Да, обслуживание прямо вот, женщина прямо вообще, если я всегда восхищалась сервисом здесь в Америке, то в Сочи подготовились, конечно, шикарно. Ну Москва, ну вообще, вперед я летела, там какой-то курилке я сидела, они ее сделали, но оно, все, весь дым был все равно по всему залу внизу, я там кое-как высидела этих 2-3 часа. А потом обратно, когда улетала, паспорт, проходила таможню, вот из Сочи я прилетела в Москву, и чтобы, значит, уже раз я лечу в Нью-Йорк, я прохожу там таможню, свои паспорта даю, русский, заграничный. И американский. И вот девушка там одна. А зачем американский? Ну, по двум паспортам же я лечу. Зачем? Ну как зачем? Люда, если по американскому ездили без визы. У вас, потому что, вы на Украину по-другому ездили, без визы. У вас другие варианты там. Какой все усложняет. Да. И вот она мне начала задавать вопрос, девушка, с таким прямо вот, это уже подвох. Почему-то, вот, видимо, обострились отношения, она мне так спрашивает. Так, по какому паспорту вы едете в Америку? Я так думаю, ну, наверное, я говорю по-американскому. Если вы едете по американскому паспорту, я сейчас вас задержу. Вы пройдете, значит, будете лишены рейса, ну, там, беседу с вами. Я говорю, а что, ну, тогда, говорю, по какому я лечу паспорту? Я у нее спрашиваю. Она, вы летите, хорошо, что я так спросила, так вроде как это, умалишенная прикинулась. Вы летите по-русскому паспорту. Если вы летите по-американскому, у вас должна быть виза. А раз визы нет, вы будете задержаны за нарушение отсутствия визы. Вы летите по-русскому за гран-паспорту. Я говорю, спасибо большое, девушка. Прямо она, я только часто задержу за отсутствие визы. Да, паспорта вот я ей подала. Если у меня Артем поедет в Россию, ему нужно делать визу в американском паспорте в России. Ну что, 100 долларов, ну и что, большого денег. Ну она-то поехала так, без визы. Ну, так а зачем, вот ты экономишь себе, сделай себе, купи себе визу и езжай себе по-американскому паспорту. Ты покупала визу? Ну да, прям какая. Еще нет. Визу дают. Ну как это они всем визу дают? Вот сколько вам русские говорили, что кто приехал в 97-м, вот там какие-то припоны в связи со сменой Советского Союза. Мне вообще не дают визу. Вспомнила бабка, я гибкою была, 97-й год. Ну сейчас какие проблемы, ты просто платишь за визу и езжай. Кто приехал сюда, им дают визу. О чем говорят. Кто приехал до 96-го года, может ехать по американскому паспорту с визой. Кто приехал после 96-го года, должны ехать по двум паспортам. Да ну ты. Спроси у Миши. Не хочу ничего, спрашиваю. Ну так, ты вот, ты считаешь, что ты все знаешь. Я тебе говорю, мне это лично говорили. Украина, потому что там, видишь, по-другому у вас. Не прошло. Почему-то вот избегает все этого. Видимо, какие-то проблемы возникают. Хотелось бы узнать, честно говоря, Люд. Хотелось бы узнать. Ну для того, чтобы узнать, просто она просто открываешь сайт. Открываешься и поехали, летишь? Сайт, просто открываешь российское посольство в США. И все, там все написано. Поверя, тебе не дадут визу по американскому паспорту. Ладно, не будем спорить, ладно. Все как умалишенные едут под бунт паспорта. Ну, сами все создаете проблемы на одном месте. Каждому свое. Я, Данил, тоже не можешь понять, зачем ты делаешь этот паспорт? Я собиралась, когда в Россию лететь, но я не полетела. Это был 2010-й, по-моему, 4 года назад. Я все купила билеты, все. Потом мне оказалось, что паспорт просрочен. Мне Виша сказал, Наташа, тебя не пустят без русского паспорта. Я думала, я по-американскому полечу, сейчас куплю визу. Он мне сказал, нет. Если ты не приехал до 1996-го года, тебе нужно 2 паспорта. Вот так я и не полетела, поэтому все сдала, все билеты. Никто толком не может объяснить, почему и как. Но я тоже слышала со своей стороны. Пыталась у нас узнать. Есть простой способ. Открыть интернет и почитать все. Зачем собирать какие-то слухи? И зачем списывать? Продолжение следует...